Моя Америка Магазин товаров медицинского назначения Лава Саплай Магазин находится в скоке Здесь можно найти буквально все, что вам необходимо для того, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее Вам нужны маски? Окей, маски есть Нужны перчатки? Ну, разумеется, есть Санитазер для рук? Сколько угодно Медицинское оборудование Большой выбор ортопедической обуви для женщин и мужчин И еще много-много-много всего того, что поможет вам достойно противостоять болезням и радоваться каждому дню Магазин Лава Саплай расположен по адресу 7564 Линкольн Авеню в Скоке Приезжайте или позвоните по телефону 847-329-1238 И вы узнаете, как сделать заказ с доставкой на дом 847-329-1238 Пользуйтесь услугами Лавы Саплай, дамы и господа И будьте, будьте здоровы Ну, а теперь тема, дамы и господа Жизнь вносит Коррективы Неделю назад Я сказал, что Сегодня Мы с вами будем говорить о том Помогает ли женщина Выбранная кандидатом Вице-президенты Кандидату мужчине Я собирался рассказать о Джеральдин Феррара Она была кандидатом в президенты в 1984 году Я собирался рассказать о Саре Пейлин Она была кандидатом в вице-президенты в 2008 И я, конечно, собирался рассказать о госпоже Камале Хавис Но То, что произошло в пятницу, мы знаем Умерла Рут Бейт Гинсбург Бейдер Гинсбург И поэтому я сегодня тему, естественно, изменил Потому что сегодня нас всех интересует Что же случится с Верховным судом Это общая тема Я не сомневаюсь На нашем радио тема уже обсуждается И будет обсуждаться, естественно Итак, начнем спокойно Я хочу начать спокойно Опять-таки, я понимаю, что Многие из вас Они уже сказаны и пересказаны Многие из вас читали об этом в газетах Смотрели телевизионные передачи Тем не менее, я считаю нужным Уделите пару минут Ей было 87 лет Она умерла от рака И она была номинирована президентом Верховный суд Президентом Клинтоном В 1994 году Родилась Рудбейт Гинсбург Там, где рождаются многие евреи Родилась она в Бруклине Ее отец Натан Бадер Он иммигрантом был Из славного города Одесса Она училась в Бруклине В школе Джеймса Мэдисона Ну, сейчас недалеко от этой школы Знаменитый Брайтон Бич Находится недалеко от этой школы Я уверен, что в этой школе учатся Дети, а может быть уже и внуки Иммигрантов из Советского Союза И из других стран Бывшего Советского Союза Так вот Эта школа знаменита своими выпускниками Назову трех Первая Рудбейтер Байдер Гинсбург Байдер Гинсбург Арбиги Как я вам это назовем В этой школе учился Чак Июшумер Нынешний лидер Демократов В Сенате И в этой школе учился Социалист Берни Сандерс Неплохая школа Да, дамы и господа Хороших дала учеников Либеральные демократы Евреи Ну, так и полагается Итак Гинсбург окончила Корнельский университет Ну, она тогда, когда Поступила в Корнельский университет Она была не в Гинсбург А была в Байдер В 1956 году Она поступила в юридическую школу Гарвардского университета Интересная деталь На ее курсе Было более 500 аспирантов И из них только 9 женщин Так вот Декан этого юридического факультета Это юридической школы Он как-то позвал всех Эти 9 замечательных женщин И сказал им Да, дамы Почему вообще учишься на юриста Это мужская профессия Окей Наша героиня Была замужем Уже, когда поступил В Гарвардский университет За юристом Мартином Гинсбургом Вот почему она стала Гинсбургом Она познакомилась с ними Ей было 17 лет По ее словам Он единственный мужчина В ее жизни По его словам Она единственная женщина Так, когда она Уже училась в Гарвардском университете На юриста У нее уже был ребенок Ну и когда муж Юрист Переехал работать в Нью-Йорк Она переехала вместе с ними И она уже заканчивала Юридическую школу Колумбийского университета Она закончила школу блестящую И стала искать работу в Нью-Йорке Она вспоминала Много лет спустя В Нью-Йорке не было Ни одной юридической фирмы Которая хотела меня взять Дамы и господа Тот из вас Кто знаком с прекрасной игрой в бейсбол Знает такой термин Три Страйк Аут То есть Если Человек сбитый Трижды смазал по мячу Окей Он покидает поляна Значит В американском политическом лексиконе Сколько угодно Спортивного лексикона Так вот Когда Гинсбург говорила Что ее не приняла Ни одна юридическая фирма Она сказала Шри страйк Из аут Окей Первый страйк Первая причина Почему ее не приняли Она женщина Причина вторая Она еврейка Наконец Третья причина Самая главная Это Третий страйк Третий Она молодая мама Все дело в том Что Работа в юридических конторах В юридических фирмах Это работа Не С восьми до четырех Или Не знаю С девяти до пяти Это работа Если нужно 16 часов в сутки Если нужно И суббота И воскресенье Если клиент Может с вами Встречись Только в субботу И воскресенье Никаких выходных Быть не может Окей А молодая мама Как быть С молодой мамой Вот поэтому Молодую маму Тоже решили Ни одна фирма Решила не брать Итак Фирмы не взяли Молодая мама Стала преподавателем В Колумбийском университете И она стала первым В истории Юридической школы Колумбийского университета Женщиной-профессором Это было Давайте перенесемся Сегодня Потому что Нас естественно Интересует Сегодняшний день Больше чем Дни минувшие Смерть Гинсбург Позволяет президенту Трампу Заполнить вакансию Мы это прекрасно знаем Мы с вами знаем Демократы Разумеется Против демократы Говорят Четыре года назад В 2016 Президент Обама Назначил на место Умершего Антонина Скаля Кандидаты Республиканцы Даже отказались От создать его кандидатуру Все справедливо Действительно Так и было Республиканцы Отказались Рассматривать Кандидатуру Мерика Гарланда Которого Назначил Обама Отказались До выборов Ну вот Теперь мы знаем Лидер Республикантов Мич МакКоннелл Готов Рассмотреть Кандидатуру Выдвиженца Трампа Мы знаем Трамп назовет Кандидата Мы будем Об этом Говорить Вероятных Если Образуется Вакансия Будут ли Республиканцы Рассматривать Кандидата МакКоннелл Ответил Да Будут Ну и Байерн Немедленно Напомнил ему То что Случилось Четыре года Назад МакКоннелл Сказал Есть Большая Разница Тогда Президентом Был Демократ Сенат Контролировали Республиканцы Теперь В Белом Доме Президент Республиканец Сенат Контролирует Республиканцы И Следовательно И МакКоннелл Не применил Напомнить В 1992 Году Совсем Недавно На нашей памяти Всего 28 лет назад Джо Байден Тогда он был Председателем Юридического Комитета Сената Он заявил Если Президент Буш Тогда президентом Буш Папа В последний год Своего Четырехлетнего Срока Решив заполнить Вакансию В каком-либо Суде Будь то Верховный суд Или Федеральный суд Он Байден Откажется Рассматривать Выдвинутого Президентом Республиканцем Кандидата Потому что Демократы Контролировали Сенат А в Белом доме Был Республиканец Заявление Байдена Вошло в историю Как Байден Правило Байдена Правило Такое Если Белый дом Находится Под контролем Одной партии А Сенат Под контролем Другой партии То Сенат Не будет Рассматривать Кандидата Ну Правило Байдена Есть Правило Байдена Ни к чему Оно В принципе Не обязывает Но Кроме Такого Правила Есть Конституция И Есть Существующие Законы А в Конституции Записано Президенту Предоставляется Право Назначать Кого-либо Верховный Суд И нет Никакого Упоминания О строках Нет Никакого Упоминания О том В какие Сроки Сенат Должен Рассматривать Кандидата Более того Не говорится Что Сенат Обязан Рассматривать Выдвинутого Президентом Кандидата Сенат Лишь должен Обсудить Рассмотреть Посмотреть Обсуждать Совершенно Не обязан То есть Запросто Может отказаться И тогда Президенту Следует Назначить Другого Если Сенат Скажет А мы этого Кандидата Рассматривать Президенту Следует Назначить Другого Ныне Республиканцам Принадлежит Большинство В Сенате Мы с вами знаем Зыбкое Большинство 53-47 И нет Ничего Удивительного В том Что президент Назовет Кандидата Мы уже знаем В ближайшую Субботу Опять-таки Мы не удивляемся Демократы Возмущены Они требуют Чтобы вакансию Заполнил Тот Кто победит В ноябре Трамп Или Байден Трамп И Макону Игнорируют В чем-таки Опять Нет ничего Удивительного Требовали Демократов Легко предсказать Дамы и господа Трамп Выдвинет Женщину Мы с вами Уже знаем Двух вероятных Кандидаток Одна Эми Конни Барретт Вторая Барбара Логоя Обе Интереснейшие Женщины Кстати В данный момент Та и другая Занимают Посты Высокие Посты В федеральных Апелляционных Судах В разных Апелляционных Судах Федеральный Апелляционный Суд Это Ступенька Перед Верховным Судом Эми Конни Барретт Мать Семи Детей Пять Это ее Дети И дети Мужа Два Адаптированных Это по-моему Девочки Если мне не Изменить Помять Гаитянки Две Черненькие Девочки Семь Детей Второй Возможный Кандидат Это Родившаяся Во Флориде Кубинка Барбара Лагоя Мама Трех Дочек Неплохие Кандидаты Да Причем Я подчеркиваю Что Барбара Лагоя Латиноамериканка А Президенту Трампу На выборах Необходима Поддержка Латиноамериканцев Более того У нас Есть Штаты В которых Латиноамериканцы Внесут Большой Вклад В победу Того или другого Кандидата В президенты Прежде всего Флорида Затем У нас Есть Аризона И затем У нас Есть Колорадо И в Аризоне И в Колорадо Сенаторы Республиканцы Отстаивают Свои позиции Причем В Аризоне Дела обстоят Не очень хорошо Если Трамп Назначит Латиноамериканку Лагоя Это повышает Шансы Окей Мы с вами Знаем Две сенаторши Республиканки Мурковский Из Аляски И Коллинз Из Мэйна Они уже Объявили Не поддержать Не поддержат Того Кого Выдвинет Трамп Дамы и господа Вот такой вопрос Если Если Они Откажутся Поддержать Женщину Которую Выдвинет Трамп Им Им Совсем Не Обязательно Голосовать Против Этой Женщины Абсолютно Не Обязательно Они Могут Не Поддержать Воздержавшись Есть Такой Такой Метод Голосования Презент Человек Присутствует Но он Ни за Ни против Интересно Госпожа Коллинз Она Сенаторы Штата Мэйн Ее Ждут Очень Серьезные Выборы Демократы Категорически Против Госпожи Коллинз Потому что Она Поддержала Мы это С вами Прекрасно Знаем Брата Кабана И причем Ее выступление В защиту Выдвиженца Трампа 2018 Год Восстановило Против нее Против Коллинз Всех Демократов Теперь Если Она Проголосует Против Женщины Которую Выдвинет В субботу Назовет Президент Трамп То тем Самым Она Восстановит Себя Против Себя И Республиканцев В штате Мэйн В таком Случай Если Если Она Воздержится Это Окей Это Допустимо Если Она Проголосует Против Ей Не Быть Избранной В сенат На следующий Срок Потому что Демократы Не будут За нее Голосовать Ни при Каком Условии Но Если Она Проголосует Против Кандидатки Которую Выдвинет Трамп Против нее За нее Не будут Голосовать Многие Республиканцы Итак Многие Ожидали Что Решит Мистер Ромни Мы Помним Это Единственный Сенат Республиканец Который Голосовал За Импичмент Трампа Вчера Ромни Дал Понять Что Он Не Будет Возражать Не Будет Голосовать Против Кандидатуры Которую Назовет Трамп Он Не Сказал Что Будет Голосовать За Но Он Сказал Что И Не Будет Голосовать Против Это Опять Так Очень Важно Если Он Воздержится Демократ Не Получит Ни Названный Трампом Пройдет Ок Вопрос Который Сейчас Обсуждают Все Кто Выиграет От Противостояния Республиканцев И Демократов Накануне Выборов Демократы Уверены Что Если Трамп Назовет Кандидата Кандидатку А Сенаторы Республиканцы Ее Поддержат Это Вызовет Дополнительные силы Приведет Дополнительные силы Демократами Даже Тот Кто Собирался Либо вообще Не голосовать Либо даже Предполагал Что будет Голосовать За Трампа Эти возмущенные Люди Пойдут Голосовать И Конец Кандидатам Республиканской Партии Не только Трампу Но и тем Кто Идет В Сенат И в Палату Представителей Это одна Точка зрения Можно ли Ее Отвергать Вероятно Нет Но я бы Предпочел Рассмотреть Другую точку Зрения И напомнить События 2018 Года Когда были Промежуточные Выборы В Конгресс И на этих Выборах Демократы Надеялись Получить Большинство Мест В Сенате Захватить Сенат Но тот Факт Что Они устроили Вакханалию Во время Обсуждения Кандидатуры Кавана Привело К тому Что Три Сенатора Демократа Потерпели Поражение И в результате Республиканцы Сохранили Большинство В Сенате Еще Пример То О чем Мы с вами Говорили Неделю назад Когда Я рассказывал О Байдене И Верховном Суде Опросы Общественного Мнения В частности Опросы Проведенные Социологической Службой Телекомпании CNN И Социологической Службой Газеты Washington Post Сразу же После выборов 2016 Года Показали Что Тот факт Что Незадолго До выборов Трамп Назвал Имена Юристов Которые В случае Его победы Победы Трампа Каждый Кто-то Из этих Юристов Сможет Заполнить Вакансию В Верховном Суде Вакансию Которая Образовалась После Скоропостижной Смерти Антонина Скаля Вот этот Факт Что Трамп Назвал Конкретных Кандидатов Увеличил Его шансы На победу Я не буду Снова Приводить Цифры Социологических Опросов Которые Цифры Привел Четыре Неделю Назад Но цифры Однозначно Доказывали Решение Трампа Назвать На место Скале Консервативного Юриста Судью Позволила ему Одержать победу Над Хиллари Клинтон И вот что еще важно Дамы и господа Важно Не менее важно До сих пор Пока не умерла Госпожа Гинсбург Как только речь Заходила О программе Демократов Программа Сводилась К тому В мире нет Человека Хуже Трампа Он был Обвинен Во всех грехах Он воевал Естественно Он виноват В падемии Коронавируса Он несет вину За миллионы Безработных Он виноват В лесных пожарах Калифорнии Он виноват В ураганах Он виноват В бесчинствах Городах Которых правят Демократы Он виноват Во всем Но как только Умерла Гинсбург И как только Стало ясно Что Трамп Назовет Кандидата На ее место И республиканцы Сказали Что этот Кандидат Будет Избран Тема Тема Предвыборной Компании Со стороны Демократов Кардинально Изменилась Теперь На первое Место Вышла Вакансия Верховном Суде И По крайней мере В ближайшее время А может быть И до самых выборов Эта тема Будет главной А такая тема На руку Без всего Демократам Поэтому Дамы и господа Мой вывод такой Вывод следующий Вообще Я об этом говорил Если бы Не голосование По почте Которое Приведет К Мухляжу Скажу так На жаргоне Невиданных Масштабов Если бы Не голосование По почте Я бы Сегодня Без Определенной Доли Уверенности До еще Рассмотрения Нового Кандидата Верховный Суд Я предсказал Б победу Трампу То что Что сейчас Начнется Уже Началось В связи Вакханалия Которую Начали Демократы В связи С тем Что Будет Обсуждаться Кандидатура Консервативной Женщины Которая Будет Выбрана Верховный Суд Это На мой Взгляд Еще больше Повышает Шансы Трампа На Избрание На второй Срок И на мой Взгляд Повышает Шансы Для Республиканцев Удержать Большинство Мандатов В Сенате Перед тем Как сделать Перерыв на рекламу Дамы и господа Сейчас будет Перерыв на рекламу Я готов Отвечать На все ваши Вопросы Я думаю Большинство Вопросов Будет связано Все таки С тем Что у нас Происходит Или будет Происходить С избранием Верховный Суд Я хочу Во-первых Поблагодарить Всех Кто присылает Заявки На мою Книгу Тень Проклятие Таком Сенат И у меня Просьба Дамы и господа Не заставляйте Меня решать Ребусы Когда вы Заказываете Книжку Я прошу Чтобы вы Написали Книжка мне нужна На русском языке Или книжка Нужна На английском языке Кстати Позавчера Я отправил Посылку Я получил Эта посылка Была из Нью-Йорка Из Бруклина Был Один заказ В этом заказе Две Книжки На русском языке И три Книжки На английском языке Итак Дамы и господа Будет небольшой Прерыв на рекламу Не покидайте Волну Нашего радио Я вернусь К вам Через несколько минут Итак Уважаемые дамы и господа Мы возвращаемся В программу Алексея Орлова Моя Америка Номер телефона В студии 847-400-5200 Горят все линии Как всегда Поэтому начинаем Принимать звонки Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Алексей Здравствуйте Добрый день Кажется Медицинскула Кроме Сандерса Шумера И Гинзбург Закончил Первый Самый Главный Зятей Компартии Китая Марк Сукерберг Мне кажется Что Медицинскула Является Кузницей Коммунизма В нашей Стране Вот И Вот у меня Такой вопрос И Когда выбирали Судью Кавана То Женщины Выстрелились В очередь И Обвинили его В изнасиловании Аж С утробы Матери Вот На этот раз Выбирать Женщина Так Откуда Смогли Демократ Выбинуть Найти Мужчин Которых Она Избать Спасибо Большое Я не слышал Вопрос был Такой Когда Были Слушания По поводу Джастис Кавана Выстроили Женщины В ряд Для того Чтобы Винить Его В изнасиловании Теперь Если Выберут Женщину В чем Будут Обвинять Ее Вопрос Совершенно Замечательный Ну просто Я даже Хотел Чтобы Такой вопрос Был задан Ну найдется Какой-то Человек Возраста Той или Другой Женщины В зависимости От того Кого Назовет Трамп Он скажет Что он С этой Женщиной Много 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 Лет Назад Они вместе Ходили В детский Сад И Эта Женщина Она тогда Была Маленькая Маленькая Девочка Она вела себя Очень нехорошо Она запускала Руку в трусики К мальчикам Поэтому Такую бабу Избирать Верховный суд Ни в коем случае Нельзя Да Ну Я вам скажу При сегодняшнем Раскладе Вполне Возможный Вариант То есть Толя Ну то что Ну найдут Кого-то Ну найдут Они нашли Для Кларенса Томаса Помните В девяносто В девяносто В первом году Они нашли Аниту Хилл Которая Сказала Что Мистер Томас Он был Ее боссом Он мне Рассказывал Содержание Порнографических Фильмов Ну найдут Сейчас Какого-то Мужика Который Скажет Что Когда он Вместе С этой самой Дамой Где-то Вместе Обедали Она ему Рассказывала Не знаю Какие-то Любовные Истории Ну Толя Ну найдут Кого-то Нет абсолютно Я вам скажу Кстати По поводу этого Абсолютно Не исключено Что найдут Мужчину Который скажет Что она его Пыталась Изнасиловать Подпоила И попыталась Совращала Совращала Давайте примем Следующий сезон Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Вообще Я хотела Сказать Конечно С нашей стороне Даже Даже В этом Потому что Все-таки Ожидаю Что она Проживет Еще Еще Хоть Немножко А у меня Как бы Такое мнение С вашим Совпадает Что Если Голосовать До Четвертого Ноября То Это Может Мобилизовать Демократов Вот Как вы Думаете Если Голосование Ну Обсуждение Производить А Голосование Основное Сделать После Самих Выборов Может Ли Это Как-то Разрешить Эту Проблему Спасибо Большое Нет Во-первых Я сразу Начну С Гинсбург Ситуация Такая Дамы Господа Она Была Уже Тяжело Больна Еще При Обаме Значит Ей Просто Нужно Было Уйти В Отставку Когда Был Президентом Обама И Никаких Бо Проблем Просто Напросто Не Было Все Кого Бы Назначил Обама Республиканский Сенат Все равно Республиканцы Как правило Назначают Демократы Всегда Вставляют Палки В колеса Кандидатам В Верховный Суд Республиканцы Палки В колеса Не вставляют Теперь Понимаете Ваш вопрос Очень хороший Все Все дело В том Что Республиканцы Трамп Уже Виноваты В том Что Они Не дождались Для выдвижения Кандидата Какого-либо Кандидата Не дождались Не дождались Выборов Поэтому Когда будут Выборы Это Не имеет Ровным Счетом Никого Значения Трамп Уже Тем Плох Что Он Собирается Назвать Кандидата Кого-то Буквально На днях А Макконнел Уже Плох Тем Что Он Готов Обсуждать Кандидата Который Назовет Трамп Вместо Того Чтобы Сказать Что Мы Обсуждать Не будем Поэтому Время Голосования Когда Он Будет Не имеет Ровным Счетом Никого Значения Для Демократов Республиканцев Мерзавцы Когда Бы Не было Голосования По Кандидате В Верховный Суд Спасибо Большое Добрый День Вы В эфире Говорите Пожалуйста Здравствуйте Толя Это Евгений Алешенька Тоже Здравствуйте Я Хочу Вот Какой Вопрос Задать Я Был У Своих Детей В Сильвании Куда Не Едешь Везде Трамп Пенс Трамп Пенс И так Далее Вот Там Где-то Филадельфия И там Конечно Байден Но Это Маленькая Часть И Вдруг Фокс Постоянно Который Я Перестаю Любить Постоянно Показывает Значит Проценты Которые Байден В Пенсильвании 47 А Трамп 44 Я Не Могу Понять Или Я слепой Или Что Происходит Спасибо Спасибо Знаете Я В данной ситуации Я буду Защищать Фокс Ньюс Хотя Я с вами Согласен У меня Иногда Терпение Лопается Воскресные Передачи Господина Криса Олиса Я уже Не смотрю Я сожалею Что именно Он будет Модерейтером На В первых Теледебатах Тем не менее Значит Есть Какие-то Результаты Каких-то Опросов Ничего Другого Нет Я С вами Согласен Когда Смотришь Кстати Там Где я Живу В той Деревушке Слишком Много Байдена Камилы Харрис Стоит Хотя Место Где я Живу Запад Северной Каролины Будет Поддерживать Конечно Трампа Но это Дело 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 Не В Этого Понимаете То есть У Журналистов И у меня Скажем В том Числе У Большинства Журналистов У нас Для того Чтобы Мы Проводили Какие-то Сравнения Есть Только Результаты Опросов Общественного Мнения Значит Отказывать Да Чтобы Вообще Не Опираться На Результаты Опросов Общественного Мнения Ну Это Как бы Нельзя Поэтому Я В данной Ситуации Я не могу Обвинить Журналистов Телеканала Fox News У них Есть Результаты Опросов Общественного Мнения Они Ими Оперируют Более Того Нам Сегодня Доподлинно Известно Это Уже Об этом Говорится И пишется Я Не Открываю Никакой Америки Что Этим Опросам Нельзя Доверять Хотя бы Потому Что Многие Сторонники Трампа Либо Отказываются Отвечать На вопросы Либо Говорят Мы Будем Голосовать За Байдена Все Только Для того Чтобы Не Навлекать На себя Беду Потому Что Каждый Из нас Знает Как Левая Шпана И Белая И Черная Левая Независимо От Света Кожи Может Относиться К Людям Которые Поддерживают Трампа Поэтому Когда Вам Звонят Какая-то Социологическая Контора И просит Пожалуйста Нажмите Тропку Кнопку Один Если Вы За Трампа Нажмите Кнопку Два Если Вы За Байдена Окей Вы Перестраховывайтесь Я Нажму Кнопку За Байдена А буду Все Равно Голосовать За Трампа Поэтому Верить Этим Опросам Нельзя Но Повторю Еще раз У Журналистов Нет Другого С вами Согласен Вы Едете По Пенсильвании Видите Все Трамп Трамп Садитесь У телевизора Вам говорят А в Пенсильвании Лидирует Байден Там Не знаю С перевесом В четыре очка Вот и все Спасибо Алексей Следующий Звонок Добрый день Вы в эфире Конгресс Вчера Проголосовал За То Чтобы Ограничить Полномочия Президента В том числе По Амнистии И ряду Других Насколько Это Серьезно И Насколько Это Ну Опасно Для Президента У Конгресса Нет Конституционной Власти Ограничивать Президентские Указы Барак Обама Управлял Президентскими Указами Даже Тогда Когда Обе Палаты Конгресса И Палаты Представителей Сенат Находились Во власти Находились Под контролем Республиканцев Никто Не может Запретить Президенту И сдавать Президентские Указы Все Что делает Палаты Представителей Это Шумиха Рассчитанная На то Чтобы Показать Бази Демократам Вот Мы Выступаем Против Трампа Все Это Пустые Дела И не имеющие Никакого Практического Значения Спасибо Принимаем Следующий Добрый день Вы В эфире Добрый день Добрый день Насчет Fox News Как раз Я Смотрел Своими глазами Как Помощница Харрис Взяла И Прервала Ньютер Гиннер Когда он Стал Говорить О Подкупе Генерал Торнист Штатов Соросом Как Так Он Помил Фамилию Сороса Его Харрис Черное Ведущие Отключило Да Я Я Не могу Комментировать То Что Я Не Видел И Не Слышал Сам Понимаете Поэтому Ваше Восприятие Я Например Харрис Журналист Черное Журналист Прекрасное С моей точки Зарения Журналист Которая Ведет Она Участвует В 12 Часовой Программе По нашему Времени У вас Час разницы И она Ведет Часовую У вас На час Разницы Программу У меня К ней Нет Абсолютно Никаких Претензий То Что Журналист Может Прервать Того Или Другого Оратора Это Ее Право Я Не знаю В какой Конкретной Ситуации Вы Говорите Поэтому Мне Не могу Комментировать Я Этого Не видел И не слышал Спасибо Алексей Ну пока Вот сейчас У нас Перед Звонках Я могу Просто Успокоить Этого Радиослушателя Это была Программа Outnumbered В которой Участвовал Нют Гингрид Ну и Обычную Их Четыре Человека Четыре Женщины Хэрис Кеннеди Мари Харф И Забыл Четвертый Не важно Короче Что Произошло Нют Гингрид Упомянул Фамилию Сорос В подкупе Прокуроров Штатовских И Оборвало Его Не Хэрис Его Оборвало Мари Харф Которая Сказала Ну Может быть Не надо Приплетать К нашей Программе Фамилию Сороса То есть Давая Понять Что Они Будут По-любому Защищать Его Действия Так же Как Это Делают И Фейсбук И Твиттер И так Далее То есть Они сейчас Занялись Такой Компанией По Ограждению Сороса И других Миллиардеров Которые Пытаются Как-то Вмешаться В ход Выборов Где-то Так Мы знаем Одного Миллиардера По имени Блумберг Который Готов Тратить 100 Миллионов Долларов На Избирательную Компанию Байдена Во Флориде Плюс Он Обязался Потратить Миллионы Долларов Тем Чтобы Дать Людям Которые Только что Вышли Из тюряги Чтобы они Голосовали За демократов Да Абсолютно Давайте Принем Следующий Звонок Это называется Подкуп Я вообще Не знаю На что Смотрит Правосудие Когда Человек Открыто Говорит Что он Будет Покупать Голоса Ну Вы знаете Непонятно Как это Соотносится Вообще С американскими Законами Это Соотносится Вообще Непонятно Как Потому что Это чисто Называется Подкуп Голосов Это уже Напрямую То есть Это не Завуалировано Это не Какое Это там Из-за угла А это Чистое Заявление О Покупке Голосов И это Я жду Бара Пока Он что Нибудь Скажет Я знаю Пока Молчит Окей Давайте Примем Следующий Звонок Добрый День Вы в эфире Говорите Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Добрый День Вчера Открываю СНН И Слушаю Что СИАА Утверждает Что Трампа Поддерживает Путин Ну и Наша Прекрасная Ростяка Тоже Поддерживает Путина То есть Трампа Как мне быть Я понял Вам Не надо Слушать СНН Это Номер Один Помните Когда я слышу Такие разговоры Нет Мне тоже Радиослушатель Звонит Он услышал Он Вправе Сказать Мне трудно Понять Вот Которые люди Которые утверждают Что Путин Поддерживает Трампа У Путина Что есть Возможность Голосовать Вообще Или у него Возможность Настроить Так Чтобы В кабинку Вы опускаете Бюллетень За Байдена А этот бюллетень Переделывается На Трампа Или Именно Путин Будет Вмешиваться В Почтовые дела А не почтовая служба Соединенных Штатов Что вообще Говорят Те люди Вполне может быть Что Путин Поддерживает Трампа Ну и что дальше Мало ли Кто кого поддерживает В чем дело Байден Этот Обама Например Поддерживал Соперника На Тиньяху Ну и что дальше Что это вообще Была буда Какая-то В том что Причем не только Поддерживала Американские Доллары Текли В избирательную Компанию Соперника На Тиньяху Что дальше Вообще Ну да Ну и Путин Ну и Путин Хочет Чтоб был Трамп Что-то Я Толин Ну а я ничего страшного Не вижу Ну конечно Я тоже ничего страшного Не вижу Если путь Любой правитель Другой страны У него есть У него есть какие-то Предпочтения Как раз Как раз Как раз на такое Отношение Вот и все Принимаем звонки Добрый день Живой в эфире Добрый день Добрый день Максимум Время подтверждения Сенатом Это было 42 дня Так что Надеюсь До выборов Мы будем Видеть Хотя У нас Случай Особый Сейчас И посмотрим Ну В общем Вот так Ну да Спасибо Я больше Честно говоря Мне нравится Барбара У нее есть Прививка От Кубы О да О да Нам нужна Такая женщина Нам нужна Вообще Конгресс Я очень люблю Блэкзит Черных Очень классно Да Дай бог Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Вы знаете Это ложь То что Путин Поддерживает Трампа Если бы он Поддерживал Трампа Российская КГБ Не сострябала бы Эту фальшивку Гнусную На основе которой Было Разбирать Ну окей Все Давайте не будем Толочь Воду в ступе Да Я согласен Надоело Трамп поддерживает Путина Путин поддерживает Трампа Ну надоело уже Ну надоело Эта пластинка Она уже заиграна Причем Знаете Алексей Самое интересное То что никто Почему-то Вот все слушают Что говорит СНН Но никто не вспоминает Что сказал Обама Медведеву Буквально Сколько там 5-6 лет тому назад Нет это Толя Он сказал Медведеву В Сеуле Это в тот год Когда Обаму Сдали перевыборы Это 2012 год Он сказал Владимир Это самый Скажите пожалуйста Владимиру Что меня ждут перевыборы А после перевыборов Я буду более гибким Вот он стал более гибким И как только он Закончились перевыборы Сразу же Трамп захватил Крым И вошел в Донбасс Потому что Обама Был гибким Да Абсолютно Добрый день Вы в эфире Добрый день Добрый Добрый день Меня звать Юра С Бруклина С Бруклинщины Добрый день Юрий Добро пожаловать Спасибо У меня такой вопрос А скажите пожалуйста А какое законодательство И что оно предполагает Если какой-то из кандидатов Не принимает выборы То есть он отказывается Верить этим выборам После голосования Что там Я знаю что там Было потом Пересчет Пересчет на Флориде Когда там избрался Буш и Егор Долго было Длинная история была Ну а вообще А какая еще история Кроме этого Может быть Какие результаты Сейчас послушайте Спасибо вам огромное Будьте здоровы Значит Не было То есть в истории Соединенных Штатов Было Выборы 1800 год Когда Барр и Джефферсон Набрали одинаковое количество Голосов выборщиков Потом были выборы 1876 года Когда решал В принципе Кто победит Демократов и республиканец Дело дошло До Верховного Суда И поскольку В Верховном Суде На один голос У республиканца Было больше 1876 года То есть Республиканец Теперь Следующий выбор Спорный Опять-таки Выбор 2000 года Когда все решалось Во Флориде Кто выиграл Флориду Тот становился Президентом Дело дошло Опять-таки До Верховного Суда То есть Ну не было Случа Все-таки Что когда Уже так или иначе Итоги выборов Подведены 1700 год 1876 год И 2000 год Чтобы Человек Который Победил Таки По-разному Победил Чтобы он не стал Президентом А чтобы Человек Который Проиграл Не признал Поражение Но мы прекрасно знаем Что Хилари Клинтон Это было По-моему Две недели назад Может быть Три Она прямо Открыто сказала Что если Байден То есть Байден Ни при каких условиях Не должен признавать Твое поражение Ну просто Вообще Ни при каких Наберет Трамп Больше голосов Выборщиков 270 Или больше Все равно Байден Не должен признавать Поэтому Вообще То что может Произойти У нас Сейчас В предстоящих Выборах Может произойти То чего Вообще Никогда Не было Я не готов Предсказывать Я не предсказатель Я не гадаю На кофейной гуще Ну просто Тут Можно предсказать Только одно Что 3 ноября Результаты выборов На 99,9% Они будут известны 3 ноября И сразу же После 3 ноября 4 ноября Что дело дойдет Будут пересчеты Досчеты Будут читать письма Мало что Будет ли Известны результаты Выборов Через неделю Я не знаю Через две недели Я не знаю Нам предстоит Нам предстоит Стать свидетелями Того Чего видимо Никогда в истории Америки не было Спасибо Алексей Итак у нас Буквально полторы минуты Прошу вас Ваше заключительное слово Ну дамы и господа Они провели Они провели Своего кандидата Причем этот кандидат Стал председателем Верховного суда Вот об этом я буду Рассказывать Ровно через неделю Спасибо огромное Алексей Будьте здоровы И мы услышимся На следующей неделе Всего хорошего Всего хорошего Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин